Продолжение следует... 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 раз два три вот так дальше смотрите друзья между бусинами должно у нас быть по три ряда палочек то есть три раза мы набираем по 5 бисеринок и один раз бусину три раза по 5 бисеринок и один раз бусину смысл вам понятен дальше продолжайте самостоятельно и следующий этап мы будем с вами делать вместе и так друзья дошли мы с вами до самого конца нашего вот этого вот пислотика вот что оно должно получиться с одной стороны должна быть такая вот юбочка она должна скручиваться это нормально мы сейчас это выровняем а с другой стороны ровнее вот такой вот край дальше как мы это дело будем выравнивать нам нужно иголкой пройти через все бисеринки вот эти вот с другого края до самого-самого конца вот так когда мы это все пройдем у нас наш край будет таким же ровным как и край с другой стороны после этого мы сможем приступать к второму этапу плетения нашего этого браслетика проходим до самого-самого конца ой смотрим чтобы нитка не запуталась нигде вот так вот до самого-самого конца не пропуская смотрите аккуратно чтобы не пропустить нигде ни одну бисеринку потому что есть пропустите это будет очень заметно и нужно будет возвращаться дабы не испортить потом весь эффект от нашего украшения вот так вот через все-все-все висеринки до самого-самого края вот так вот аккуратно 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 так вот так ой не хочет не вот так все-все-все-все-все-все висеринки вот так вот мы почти дошли до самого края вот так вот и вот наш браслетик у нас тут если мы еще подтянем немножечко но не сильно затягиваем так чтобы он вот такой вот получился у вас дальше следующим этапом мы должны пройти иголочкой через вот эти бисеринки вот так и смотрите друзья сейчас нам необходимо набрать три бисеринки и пройти иголочкой через смотрите все бисеринки все бисеринки вот эти до первой вот этой бисеринки первые тройки после вузины вот так ой аккуратно потому что нитка может путаться вот так дальше нам снова нужно набрать три бисеринки раз два три три и теперь пропускаем вот эту вот вторую бисеринку этой пары пропускаем первую бисеринку следующей и снова то же самое повторяется проходим иголочкой вот так вот через первую бисеринку второй пары вот так первую бисеринку ту которая оставалась сбоку помните вот снова набираем три бисеринки раз два три и проходим иголочкой снова вот две пропускаем бисеринки нижней и снова повторяем то же самое так мы с вами должны повторить по кругу с одной стороны и с другой стороны продолжайте самостоятельно далее следующий этап будем делать вместе вот дошли мы с вами до конца этого плетения и теперь нам необходимо вывести ниточку вот отсюда с вот этой вот бисеринки после чего нам необходимо набрать 7 бисеринок раз два три четыре пять шесть семь и пройти иголкой между вот этой вот первой и второй бисеринкой набора по три которые мы делали до этого вот так вот теперь мы должны пройти через три бисеринки раз два три при этом зацепив ниточку за вот этот за промежуток между бисеринками вот дальше мы снова набираем 7 бисеринок раз два три четыре пять шесть семь вот и проходим иголочкой между бисеринками второй и третий вот так вот и снова проходим иголкой через бисеринку точнее через три бисеринки те которые мы набрали вот через три бисеринки прошли иголочкой вытянули ниточку вот так вот теперь набираем четыре бисеринки раз два три четыре и проходим иголочкой между вот этой последней бисеринкой видите и началом вот этого вот плетения ровного вот так и теперь снова проходим через три бисеринки иголочкой вот так раз вот вот так дальше набираем четыре бисеринки раз два три четыре вот и проходим иголочкой между это вот пропускаем между вот этой вот первой бисеринкой основания и первой с набора который мы делали мы проходим иголочкой и снова же цепляясь только за нитку вот так три бисеринки теперь через три бисеринки проходим иголочкой одна бисеринка у нас остается вот так вот набираем теперь набираем четыре бисеринки набираем четыре бисеринки и проходим иголочкой между второй и третьей бисеринкой вот этого нашего набора по три которые мы делали вот так и теперь выходим иголочкой через три бисеринки вот эти оранжевые вышли теперь набираем восемь бисеринок раз два три четыре пять шесть семь восемь и проходим иголочкой как вы уже догадались между второй ой между второй и третьей бисеринкой вот так вот прошли между этими бисеринками зацепили за ниточку и снова проходим через три бисеринки с тех которые мы только что набрали вот так у меня не получается сразу через три то я вот так вот по одной вот вот так после чего набираем четыре бисеринки раз два три четыре и проходим иголочкой между бисеринками вот этой вот последней набора по три и первой бисеринкой вот этого вот прямого набора вот так и снова проходим как уже привычно через три бисеринки раз два три ой так вот три вот теперь набираем четыре раз два три четыре и проходим иголочкой между вот этой вот прямым набором и первой бисеринкой следующего набора по три вот так вот и проходим иголочкой через три бисеринки раз два три вот так дальше набираем четыре и повторяем все так же до конца ряда этого и таким же образом переходим на следующий ряд если вы не запомнили как это делается пересмотрите как мы делали только что вот этот вот край не край а вот этот вот второй лепесток потому что вот этот вот крайний он так вы будете делать следующего края а вот таким вот следующие вот эти вот последующие которые будут должны быть такими как этот второй сначала набираем четыре бисеринки потом еще четыре потом восемь потом четыре и дальше обычно так как мы только что делали продолжайте самостоятельно далее будем следующий ряд продолжать вместе итак друзья вот мы с вами дошли до того момента когда у нас уже с двух сторон есть вот эти вот рюшки сейчас мы будем продолжать делать второй ряд рюшек и потом будем заканчивать и пришивать застежку так что давайте будем начинать для следующего ряда нам необходимо вывести иголочку смотрите с вот этой вот рюшки да с первой бисеринки выводим отсюда дальше нам необходимо набрать семь бисеринок раз два три четыре пять шесть семь вот они четыре шесть семь а дальше вот смотрите с этой вот бисеринки выходит ниточка значит следующие между следующими бисерками мы должны вывести иголочку именно между бисеринками вот таким вот образом у нас получается такая вот петелька дальше нам необходимо пройти иголочкой через три бисеринки как мы это уже делали в предыдущем ряду вот так вот вышли дальше нам необходимо набрать четыре бисеринки раз два три четыре вот они у нас опускаем их к изделию вот так опустили первую бисеринку мы пропускаем вторую проходим иголочкой по направлению вот так вот видите от себя точнее вот после чего нам необходимо набрать еще пять бисеринок раз два три четыре пять и иголочкой мы будем проходить между следующей парой бисеринок видите вот так вот вот между бисеринками проходим иголочкой нужно очень внимательно чтобы у нас ниточка была именно между теми бисерками между которыми нужно потому что если она будет чуть-чуть смещена хотя бы на одну бисеринку узор будет неровным смотрите вот мы провели иголочку и теперь нам через вот эти вот три бисеринки первых с которых с пяти которых мы только что набирали нужно брать иголочкой вот таким вот образом вот мы проходим дальше нам необходимо набрать четыре бисеринки раз два три четыре вот они у меня и проходим иголочкой между следующей парой бисеринок вот так вот раз прошли проходим иголочкой через три бисеринки теперь вот они вот таким вот образом дальше нам необходимо снова набрать четыре бисеринки раз два три четыре вот они у нас и дальше смотрите у нас есть вот эта вот вторая рюшечка между первой и второй бисеринкой этой рюшечки мы проходим иголочкой вот так раз и теперь проходим иголочкой через три бисеринки то есть четвертую мы оставляем Прошли через 3 бисеринки Дальше мы набираем 4 бисеринки Раз, два, три, четыре Вот они у нас И теперь между следующей парой мы проходим иголочкой Вот так вот Раз, прошли И проходим иголочкой через 3 бисеринки Прошли иголочкой через 3 бисеринки И дальше нам необходимо набрать снова 4 бисеринки Раз, два, три, четыре Вот они у нас Опускаем их к изделию Вот так вот Первую бисеринку мы пропускаем А через вторую проходим иголочкой Вот так Дальше набираем 5 бисеринок оранжевых Раз, два, три, четыре, пять Ой, вот И проходим иголочкой между следующей парой Вот так вот Прошли между следующей парой И теперь нам необходимо пройти через 3 бисеринки Снова как мы это с вами уже делали раньше Вот так Дальше снова набираем 4 бисеринки Раз, два, три Три, ой, четыре Вот И между следующей парой Снова проходим иголочкой Вот так вот Проходим И теперь проходим иголкой через 3 бисеринки То есть мы всегда проходим через 3 бисеринки Возвращаясь Вот Закончили второй вот этот вот наш элемент Дальше снова набираем 4 бисеринки Раз, два, три, четыре И уже переходим к следующей рюшечке Вот так вот Между первой и второй бисеринкой Видите, мы проходим иголочкой Вот И возвращаемся через 3 бисеринки Раз, два, три Смотрите, дорогие друзья Дальше показывать не буду Потому что дальше идет повторение Если вы не запомнили Как куда-что продевать иголочку Куда То посмотрите вот этот вот элемент Который мы только что делали Вот этот второй Еще раз И вам все станет понятно Заканчивайте этот ряд Таким же образом делайте следующий ряд С другой стороны Дальше мы с вами вместе будем пришивать застежечку Так, чтобы она органично смотрелась Продолжайте дальше самостоятельно И следующим этапом будет пришивание застежки Вот смотрите С одной стороны я уже приделала вот застежечку А с второй стороны мы сейчас с вами будем проделывать вместе Для этого нам необходимо вывести ниточку С вот этой вот бисеринки Видите, вот откуда она у меня выходит После чего нам необходимо набрать 4 бисеринки Раз, два, три, четыре Набираем Опускаем их к нашему браслетику Дальше берем застежечку Не важно какая она у вас Все равно у застежечки есть кольцо И вот это кольцо нам сейчас необходимо Дальше что мы делаем Мы проходим иголочкой в кольцо Раз Снова проходим иголочкой в кольцо Два Теперь проходим иголочкой в кольцо Тут образуется петля Видите И проходим иголочкой в эту петлю Ой, аккуратно запутывает Затягиваем Опять проходим иголочкой в кольцо И в петлю Все, застежечка закреплена Она уже никуда у нас Нигде не заведет Дальше нам необходимо Пройти иголочкой В первую бисеринку Оранжевую Вот так вот После чего набираем еще 3 бисеринки Раз, два, три И проходим иголочкой в эту бисеринку И выводим ниточку через вот Сейчас я вам покажу Через вот эти вот бисеринки Нам сейчас нужно просто запутать ниточку Для того, чтобы ее обрезать И прижечь Вот так Вот так раз Выводим ее вот сюда Вот так И проходим иголочкой Вот Аккуратно По вот этому вот краю хотелось бы пройти Вот сюда у нас вышла ниточка Теперь нам необходимо Вот так вот обрезать Ниточку оставляя миллиметров 5 Не больше Потому что если мы оставим больше Будет заметно Когда мы будем прижигать Будет черный кружочек Так Мы сейчас с вами прижжем Вот прижгли И ничего у нас не видно Таким образом мы закрепили ниточку Вот собственно, друзья, наш с вами браслетик и готов Я надеюсь, наш мастер-класс был для вас полезен Подписывайтесь на мой канал Выкладывайте фотографии своих готовых работ в наших группах в соц. сетях И до новых встреч на новых видео, друзья Пока-пока! Пока-пока!